Друзья, и снова у нас для вас печальная новость. Не стало российской актрисы, заслуженной артистки Российской Федерации, принимавшей активное участие в съемках сериала «Каменская». Оставайтесь с нами, далее мы расскажем об этом подробнее. Все вы прекрасно знаете российский детективный сериал «Каменская», премьера которого состоялась 19 декабря 1999 года на телеканале НТВ «Плюс наше кино». Благодаря великолепному актерскому составу и талантливой режиссерской работе, сериал имел ошеломительный успех не только в России, но и за ее пределами. Именно поэтому съемки телекартины постоянно продлевали. В общей сложности съемочной группой было снято 6 сезонов. Съемки телесериала завершились в 2011 году, всего вышло 6 сезонов, а это целых 90 серий. Не все знают, но многих актеров сериала «Каменская» уже давно нет в живых. Черный список открыла актриса Марина Левтова. Роль Светланы Пороскевич в одной из серий популярной детективной ленты стала предпоследней ее работой в кино. Актриса погибла в феврале 2000 года на 41 году жизни в результате несчастного случая. Вместе с друзьями и семьей Левтова каталась на снегоходах и получила черепно-мозговую травму, когда транспорт врезался в дерево. Актриса скончалась в больнице через несколько дней. Спустя полгода, 14 июля 2000 года, ходит из жизни народная артистка театра и кино Алла Балтер. Причина смерти – онкология и болезнь позвоночника. В Каменской зрители увидели Балтер в одной серии в образе Тамилы Барташ, а известность ей принесли работы в картинах «Степень риска» и «Следствие ведут знатоки». Через месяц, в августе 2000 года, умирает замечательный артист Валерий Приемахов. В Каменской Валерий Приемахов сыграл Павла Сауляка. Эта роль стала последней для кумира российских телезрителей. На тот момент артист был неизлечимо болен, причиной смерти послужил рак головного мозга. В нескольких эпизодах Андрей Панин сыграл роль частного детектива Стасова. В марте 2013 года Андрея Панина обнаружили мертвым в собственной квартире. Ему было 50 лет. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Обстоятельства происшествия не были точно установлены, уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления, но друзья и родственники считают, что Панина убили. Народный артист России Виталий Шаповалов ушел из жизни в ноябре 2017 года после тяжелой операции в 78-летнем возрасте. Актер снимался в кино с 1969 года, на его счету десятки работ в кино, в том числе и роли во втором и третьем сезонах Каменской. Последней работой Шаповалова стали съемки в многосерийной ленте «Тайны дворцовых переворотов» в 2008 году. Народный артист Николай Кириченко ушел из жизни в августе 2018 года, ему было 72 года. Актер работал в кино и был предан любимому делу до конца своих дней, несмотря на проблемы со здоровьем. Кириченко снялся в 50 фильмах, однако известность к нему пришла только после роли Иштвана Бартоша в сериале «Каменская». Звезда российского кинематографа Александр Числов умер от пневмонии в августе 2019 года. Актер был тяжело болен и находился в медучреждении, однако лечиться не хотел и отказывался от любой помощи и пищи. Числов снялся более чем в 250 фильмах, в основном в эпизодических ролях. 1 сентября 2020 года умер актер Борис Клюев. Долгое время он боролся с раком легких. В одном из интервью артист признался, что готовился к любому исходу болезни. Борису Владимировичу было 76 лет. 18 февраля 2022 года ушел из жизни замечательный российский артист Борис Невзоров. В Каменской он сыграл роль следователя прокуратуры Константина Михайловича. Звезду отечественного кинематографа сгубил коронавирус. Последствия болезни оказались настолько серьезными, что его организм не выдержал. Уход Бориса Невзорова стал огромной потерей для всего кинематографа. 14 мая 2023 года на 72-м году жизни скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума. Причина ее смерти неизвестна. В Каменской артистке досталась роль секретаря Кнепки. После съемок в сериале Разума посвятила себя новому Рижскому театру. Спустя неделю 29 мая 2023 года уходит из жизни талантливый российский актер Николай Шатохин. Свои последние дни жизни артист провел в больнице. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но спасти звезду им так и не удалось. Ему было 62 года. В сериале Каменская артист исполнил роль начальника нелегального цеха Анатолия Варфоломеева. Вот и сегодня у нас для вас печальная новость. На 82-м году жизни скончалась актриса Регина Домбровская, известная по ролям в российских сериалах Каменская и Мухтар. Домбровская родилась 18 мая 1942 года в Белоруссии, работала в Белорусском театре имени Янки Купалы. Ее экранный дебют состоялся в 1961 году, она сыграла главную роль в картине «Не плачь, Аленка». За годы карьеры она успела сняться во множестве фильмов и сериалов, среди которых «Дети Ванюхина», «Каменская», «Журов», «Мухтар», «Новый след», «Факт биографии» и многие другие. Причина смерти известной актрисы не называется.